Привет, Владимир. Ну, начнем, наверное, с соболезнований родным и близким тех, кто погиб в ужасном теракте в Крокус-Сити-Холле в Подмосковье, фактически в Москве. 20 лет, наверное, не было такого масштаба терактов и, конечно, соболезнования родным и близким погибших и скорейшего выздоровления пострадавшим. Ну, а потом поговорим про экономику. Да, самое искреннее соболезнование всем родным и близким погибших и скорейшее выздоровление тем, кто ранен. И я просто очень часто сам ходил в Крокус на концерты. И, значит, пропускаешь все это через себя, когда смотришь на эти холлы, эскалаторы, толпы людей вокруг радостные, которые пришли любимую музыку послушать. Знаешь, я вчера смотрел, это было прям как персонально, через себя просто проходило все это. Это, конечно, ужас. И меня поражает, что там не было вообще никакой охраны, защиты, хотя были предупреждения о терактах. Действительно, это абсолютно ужасная история. Но, тем не менее, продолжаем обсуждать экономику. Это очень важно. И это повлияет в том числе и на будущее путинского режима. Да, расскажи, пожалуйста, что за минувшую неделю произошло на экономическом фронте, так сказать, на что ты обратил внимание, сколько раз ты хотел сказать, я же говорил и прочее, и прочее. Да, вот была просто очень насыщенная неделя событиями. Мы как-то в основном ждали решения Центробанка по ставке. Они ее не изменили, оставили 16%. И вот пресс-конференции пятничной на Биулиной. Но вот это все как раз оказалось не очень интересным. Мы сейчас к этому еще вернемся. Я бы сфокусировал внимание на другом. Вышел и довольно широко комментировался в экономическом мире. Очередной обзор так называемого Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, сокращенно ЦМАКП. Максимально душная аббревиатура. Максимально душный и занудный отчет. Но вот, кстати, я просто всем советую, мы же всегда здесь говорим, там не слушайте только нас. Вы идите, вот читайте первоисточники. Очень интересно почитать. И здесь вот заголовки по этому поводу были крайне мрачные. Что идет очень серьезное торможение российской экономики. И что никакой новой машинки роста нащупать не удалось. И после прошлогоднего отскока, который был в основном вызван ростом военного производства, все очень сильно замедляется. И даже правительственные экономисты заговорили о рецессии. То есть, они еще так не утверждают. Но впервые вот в таких кругах это слово было произнесено. Я здесь должен сделать вот пояснение какое-то. Ну, какой-то ЦМАКП и ЦМАКП. Что это такое? На самом деле это крупнейший макроэкономический центр, который обслуживает правительство. Возглавляет его Дмитрий Белоусов. Это брат первого вице-премьера и фактически главного путинского экономиста Андрея Белоусова. Сам Андрей Белоусов до того, как перейти на работу к Путину. Он работал в Министерстве экономики. Потом и Путина помощником и так далее. Сейчас вот он первый вице-премьер, который фактически отвечает за всю эту стратегию. Вот сам Белоусов этот ЦМАКП возглавлял раньше. То есть, это вот такой самый-самый близкий к правительству центр. Более того, они вот последние 15 лет были такими певцами секты-свидетелей нацпроектов. То есть, это самый оптимистический центр, который всегда говорит, у нас все отлично. Мы сейчас вот инвестируем деньги в такую-то отрасль, в сякую отрасль. И вот перейдем к траектории устойчивого роста. То есть, они были главными певцами оптимизма экономического. В том числе вот и два года на фоне продолжающейся войны. И вот то, что они заговорили таким языком, это прям супер примечательная история. То есть, это значит, это вот уже подтверждение. Я всегда говорю, когда наши официальные лица начинают уже вот какие-то тенденции признавать. Ну, значит, там прям дела вот плохо совсем. И вот они пишут такие довольно ужасные вещи. Хотя они по-прежнему... Прочитайте вот этот отчет. Там 50 страниц душного плотного текста. Но интересно. И они сохраняют оптимизм по поводу будущего. Но очень переживают по поводу текущих тенденций в конце прошлого и в начале этого года. То есть... Россия, как всегда, извини. Россия, как всегда, страна великого прошлого и великолепного будущего. Но всегда ужасного настоящего. Совершенно точно. Коммунизм к 1980 году. Переходящее такое. Варенье на завтра. А можно его съесть сегодня? Нет. Это на завтра. Так вот, они пишут, что промышленность уже много месяцев не растет. Сельское хозяйство падает. Транспорт падает. Инвестиции падают. Огромные проблемы с импортом важнейших комплектующих инвестиционных товаров и прочее. В общем, очень много они оценивают таких негативных тенденций. И здесь я бы выделил две вещи очень интересные, о которых мы здесь с тобой говорили. Но в официальной дискуссии этого не звучало. И вот они прям открытым текстом это говорят. Первое – это то, что рентабельность во всех отраслях очень резко снижается. Помнишь, я говорил, что я считаю, что будет рецессия, потому что нет прибыли, нет маржи на вот этой всей супердорогой торговле через Китай и Центральную Азию, на резко подорожавшем сырье и комплектующих и так далее. То есть, у бизнеса огромные проблемы с прибыльностью. Вот они здесь официально это говорят как об одном ключевом сдерживающем факторе. Второе – они говорят, что инфляция для бедных гораздо выше. Ну, вот это ровно то, что мы здесь обсуждаем. Что мы тут говорим про инфляцию 7,7%, а народ говорит, что с ума сошли, цены растут быстрее. Вот они прямо об этом говорят, что потребительская корзина для более бедных слоев населения, она дорожает гораздо быстрее. И поэтому вот они пишут, например, что пенсии, скажем, они в реальном выражении заметно ниже, чем, например, были год назад. Кстати, мы сейчас перейдем вот к теме, сколько вообще у Путина осталось денег. Там есть интересное, что померить. Но это очень важный момент, что помнишь, перед прошлыми федеральными выборами Госдумы он раздал пенсионерам по 10 тысяч рублей. Просто с барского плеча взял, достал и говорит, что пенсионерам по 10 тысяч. В этот раз он так не делал. И вообще вот все его обещалкины и подачкины перед выборами и его послание федеральному собранию, это было куда-то вот там на 2030 год. Но вот здесь и сейчас он, по-моему, впервые за последнее время перед большими федеральными выборами каких-то заметных денег никому не дал. И таким образом, еще раз, если кто не найдет, ну, просто гуглите ЦМАК и быстро очень у них в разделе аналитика ищется этот аналитический обзор. Прочитайте. Но это очень интересное признание со стороны правительственных экономистов, что прям вот дела идут совсем не так, как они планировали. И все затормаживается. И реален риск рецессии. Следующий момент, что вышли новые данные Росстата по инфляции, ну, еженедельно, вот они публикуют, а мы здесь обсуждаем. И нет, вот та нулевая инфляция, которая была на прошлой неделе, оказалось, что это реально блип, что рост цен возобновился. И годовая инфляция достигла 7,7%. Кстати, ЦМАК тоже об этом пишет. Вот очень интересно, что их версия, мы сейчас поиграем на их разногласиях с Центробанком, потому что Центробанк говорит, он видит каким-то оком своим всевидящим дезинфляционные процессы. ЦМАК пишет, что не видит ни хера, что инфляция стабилизировалась, но на очень высоком уровне. Вот 7,4-7,6 в годовом выражении, а вот на неделе минувшей было уже там все 7,7. Ну, и вот традиционный наш хит-парад. Прикольно, что подешевели огурцы заметно. То есть, помнишь, они на 30% с начала года выросли, да? Да. Но сейчас этот рост уменьшился до 10%. То есть, огурцы сильно как бы... Все равно, ну, рост больше 10% с начала года, но они откатили вот заметно, да? А с другой стороны, видно, что новые группы товаров выходят вперед. И подтягивается целая большая там сзади вереница, мясо, масло, молоко, там соль, водка, авиабилеты уже на 12% в эконом-классе подорожали с начала года. Лекарства дорожают очень сильно. То есть, видишь, вот за овощами и фруктами пошла как бы новая следующая группа товаров. И таким образом никаких дезинфляционных процессов здесь мы, в общем, не замечаем. Говорят, даже по лекарствам будет совсем тяжко в самое ближайшее время. Потому, что сырье для них подорожало на 25-30%. Да. И если посмотреть вообще отраслевые новости, то вы там, не знаю, в пищевке, в алкоголе, в одежде и так далее. Вы везде видите, что они все такие выпускают предупреждения. Что в ближайшее время будет рост цен, потому, что у нас все подорожало. Вот таким образом это я, значит, вас подвожу к тому, чтобы я покажу фрагментик видео к пресс-конференции Набиулиной. Я вас подвожу к тому, что есть реальная статистика и сами правительственные аналитики, которые говорят, что нет, все нехорошо. Инфляцию снизить не удается. Рост затормаживается. И много чего еще. Ну, вот теперь мы переходим к Центробанку. На самом деле, на мой взгляд, интересный вывод, что Набиулину я всегда называл раньше человеком, который говорит вещи, как они есть, наиболее приближенные к реальности. Так. Но она пошла врать. То есть, вот я дам просто другого термина у меня нету. Потому, что вот у нее как раз оценка экономической ситуации неоправданно оптимистичная. То есть, она говорит, что все растет. Вы сейчас услышите. Мы дадим это как бы без купюр. Чтобы там пик потребительского и инвестиционного оптимизма, экономика структурно перестроилась. Я специально это дал после обзора СМАКПа и реальных Росстатовских данных по инфляции. Чтобы вы немножко на контрасте почувствовали, что что-то с Центробанком стало не так. У меня здесь интерпретация очень простая. Что 8 месяцев вот они проводят эту политику повышенной ставки. И результатов никаких. Никаких. То есть, она где-то говорит, что есть какие-то тенденции. Вот вы сейчас услышите это все. Что какие-то тенденции, которые мы пока не видим. Но она сейчас находится в позиции, когда вот экономика реально охлаждается в результате в том числе повышенной ставки. А инфляция не падает. И ей надо как-то это объяснять. Вот как она объясняет. Ну, давайте посмотрим около пяти минут Эльвира Схебзанна. И потом я к вам вернусь. Сегодня мы приняли решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. В декабре-январе мы наблюдали существенное замедление текущего роста цен. В феврале оно приостановилось. Но в марте, по предварительным оценкам, возобновилось. Тем не менее, пока рано судить о дальнейшей скорости дезинфляционных тенденций. И мы по-прежнему считаем необходимым поддерживать жесткие денежно-кредитные условия продолжительное время. Это позволит вернуть инфляцию к 4-4,5% к концу текущего года и закрепить ее на цели в дальнейшем. Перейду к аргументам сегодняшнего решения. Первая – инфляция. По нашим оценкам, с начала года устойчивые темпы текущего роста цен находятся в диапазоне 6-7% в пересчете на год. Это уже не двузначные числа, как осенью, но все еще значимо выше 4%. Базовая инфляция в феврале повысилась после двух месяцев снижения. Этот показатель отражает изменение стоимости той части потребительской корзины, цены в которой наименее волатильны. Ее ускоренное подорожание в феврале объяснялось усилением сезонного роста спроса в туризме. Если этот фактор не учитывать, мы бы не увидели увеличение базовой инфляции. Однако цены и на другие рыночные услуги наросли быстрее общего индекса цен. Например, на бытовые и медицинские услуги, а также на транспорт. Как правило, повышенная динамика цен в услугах – это один из индикаторов высокого спроса. В первые недели марта рост цен, по имеющимся данным, вновь замедлился. Однако эти данные рассчитываются по усеченной выборке. Там нет тех товаров и услуг, которые дали значимый вклад в инфляцию в зимние месяцы. Поэтому о скорости снижения роста цен в марте судить пока рано. Инфляционные ожидания дополнительно подогревают потребительский спрос. Хотя ожидания населения и предприятий в целом снизились в последние месяцы, их уровень по-прежнему высокий, а в сегменте розничной торговли в марте они даже немного выросли. Замедление инфляции будет постепенно охлаждать инфляционные ожидания. Второе – экономика. После некоторого замедления в конце прошлого года, рост экономической активности, по нашим оценкам, снова ускорился. Прежде всего в сегменте потребления домохозяйств. О повышенном потребительском спросе сигнализирует рост розничной торговли. Потребительские настроения находятся вблизи исторических максимумов. Интерес граждан к крупным покупкам растет с декабря. В прошлые периоды существенного ужесточения денежно-кредитной политики мы этого не наблюдали. Инвестиционная активность находится на рекордном уровне. Хотя еще нет квартальных данных, об этом можно судить по косвенным индикаторам. Производство товаров инвестиционного назначения достигло исторически высоких объемов. Растет инвестиционный импорт. Наконец, наши территориальные учреждения сообщают об увеличении доли компаний, которые повысили планы по расширению производства. Экономика находится в инвестиционной фазе роста. Это одно из проявлений структурной трансформации. Все это обеспечивает высокую деловую активность. Индикатор бизнес-климата достиг максимума за 12 лет. Этот сильный результат обеспечен тем, что экономика фактически полностью задействует как производственные мощности, так и трудовые ресурсы. Теперь о рисках. Они по-прежнему смещены в сторону проинфляционных. Одним из таких рисков остается ситуация на рынке труда. Дальнейшее расширение дефицита кадров может вести к тому, что производительность труда будет еще больше отставать от роста зарплат. Это может еще сильнее увеличивать дисбаланс между динамикой спроса и предложения в условиях высокой загрузки производственных мощностей и нехватки трудовых ресурсов. Удовлетворить повышенный спрос за счет импорта также может становиться сложнее. Для большего импорта требуется увеличивать экспорт. А возможности его наращивания ограничены. Ну, вот я бы выделил здесь две цитаты. Пока рано судить о дальнейшей скорости дезинфляционных тенденций. То есть, там есть жизнь на Марсе, нет жизни на Марсе. У науки нет ответа на этот вопрос. И вторая история, что опять же, ключевую фразу... Тоже надо учиться выдирать ключевые фразы из этой длинной воды всей, ни о чем. А баланс рисков остается проинфляционным. То есть, 8 месяцев им не удалось снять эту угрозу. Ну, и в целом я хотел, знаешь, что сказать об оптимизме. То есть, и у ЦМАКПа, и у Набиулиной остаются определенные такие большие блоки оптимистические. Где они говорят, а есть факторы, которые говорят о том, что все может быть хорошо. И в основном эти факторы связаны со спросом потребительским. Что, типа, люди будут покупать. И вот Набиулина сейчас только что об этом говорила, вы слышали, да? Люди будут покупать, и это как-то экономику двинет. Значит, вот минуточку. У меня здесь в этой ситуации вопрос. Давайте четко определимся, какие факторы двигают потребительский спрос. Первое. Это накачка бюджетными деньгами, прежде всего, военного сектора. Где самый опережающий там рост зарплат. Но здесь ресурсы и возможности все это дело финансировать, они конечны. Вот я сейчас специально хочу сделать большой блок. Поговорить, сколько у них денег и когда они кончатся, да? Второе. То, чем они надувают потребительский спрос. Это бешеный рост кредитования. Но там формируется пузырь. О котором и сама Набиулина говорит, что он будет охлаждаться. Потому, что люди перенабрали кредитов гораздо выше своих возможностей. Других драйверов спроса, кроме бюджетных денег и роста кредитной нагрузки, нет. Поэтому у меня такое ощущение, что они пытаются нам здесь в очередной раз продать горячий воздух. То есть, да, эти две вещи подпитывают какую-то более благоприятную для них экономическую картинку. Но они же кончатся рано или поздно. То есть, здесь не бывает чудес. И раздутое кредитование будет охлаждаться. И у бюджета не будет таких колоссальных возможностей дальше наращивать зарплаты. Прежде всего, в секторе, которым связан с войной. Поэтому, да, действительно, какие-то поддерживающие факторы есть. Вот они их пытаются выпить на первый план. Но очевидно, что здесь часики тикают. И этого всего хватит ненадолго. А с другой стороны, импортозамещение не работает. Инвестиций нет. Моржа приближается к нулю. Вот как мы здесь и говорили много раз. За счет чего? Откуда источник этого оптимизма? Я, честно говоря, не вижу. Но вот можем поговорить. Я сделал просто несколько таких графиков. Что у них с деньгами? И когда мы можем ждать реальных таких серьезных финансовых проблем у государства? Если так просто говорить, то у них будут большие проблемы с прохождением этого года. То есть, уже видно, что дефицит взрывается. Но в следующем у них будут вообще очень серьезные проблемы. То есть, они их чуть-чуть отложили из-за больших доходов от сырья в прошлом году. Но больше эта сказка заканчивается. Больше это продолжаться не будет. Вот можем обсудить. Например, вот я сделал график и сравнил оставшуюся ликвидную часть фонда национального благосостояния в 5 триллионов с дефицитом бюджета, который сложился за 2 месяца, январь-февраль. Полтора триллиона. Вот получается, что если вот нет-то вычесть эту цифру дефицита, которую надо покрывать, то остается всего 3,5 триллиона рублей. Которые, на самом деле, вот что это такое? Это меньше 4 месяцев военных расходов. Вот у них реально живых денег, которые там остались за вычетом необходимости покрытия дефицита, реальных живых денег у Минфина в Центробанке осталось всего на 4 месяца военных расходов. Это много или мало, судите сами. То есть, если, например, дефицит будет больше, то и проблемы у них будут выше. Дальше, например, вот выступил глава федеральной налоговой службы и сказал, что рост поступлений налогов в этом году будет 12%. Но, минуточку, тогда возникает вопрос. А в бюджете они заложили прогноз роста доходов 22%, а не 12%. То есть, видно, что налогами как бы не добираем эту ситуацию и так далее. Дальше они пытаются занимать, активно размещают вот эти УФЗ и во многом этим дефицит покрывают. Но вот на прошлой неделе Минфин разместил УФЗ с рекордной доходностью 13,4%. И эта кривая доходности все время растет. То есть, условно говоря, рынок оценивает их способность обслуживать долг все хуже и хуже. Дают им деньги взаймы только гораздо дороже. По более высокому проценту. Из-за этого, например, мы увидим экспоненциальный рост затрат бюджета на обслуживание госдолга в ближайшие годы. То есть, вот сейчас, например... Объясню просто на пальцах. Ведь как человек экономически слаженный для тебя это само собой разумеешься. Но я как человек, который недавно этим начал интересоваться. Короче, смотрите, как работает система. Чем ненадежнее тот или иной продукт, тем выше у него доходность. То есть, если вы прям свято уверены и вообще надежность очень высокая, это маленькие проценты. Ну, там, не знаю, какой-нибудь госдолг США или еще что-нибудь такое. Там 4-5%. Чем выше риски, тем выше доходность. Поэтому, если доходность растет, это значит, актив оценивается как более рисковый. Поэтому рост процентов по вот этим займам, о которых говорит Владимир, говорит нам о том, что его оценивают все хуже и хуже. То есть, оценивают все хуже и хуже его надежность. Правильно я сказал, Володь? Ничего не переговорил. Абсолютно правильно ты сказал. То есть, 13,4%. То есть, помнишь, когда был ковид, то Силуанов жаловался, что для России из-за санкций, из-за всего, дорого занимать на рынке. И нам дают только под 6-7% годовых. Сейчас это уже 13,5%. И это растет. Я там не буду долго заморачиваться объяснять. Просто поверьте. Но вы можете сами покопаться. Есть такой индекс государственных облигаций. RGBI. Russian Government Bond Index. Вот видите, он идет вниз на графике. И вы хотите, погуглите. Сами разберитесь, что это такое. Но вкратце, это то, как инвесторы, которые дают в долг, оценивают качество заемщика. То есть, они реально ждут ухудшения возможности Российской Федерации выплачивать деньги по всем этим займам. И выплачивать доходность. Потому, что инвесторы видят сужение вот этого бюджетного коридора. Пока народ там изгаляется, типа, вот вы обещали, что деньги кончатся, инвесторы реально оценивают реальным рублем все это дело. Вот эта кривая показывает, что они ждут ухудшения возможности Российской Федерации обслуживать свой долг. И вот, например, можно посмотреть, скажем, до начала полномасштабной войны в 2021-м расходы бюджета на обслуживание госдолга были менее 5%. Они рассчитывают, это по плану, утвержденному, принятым в трехлетнем бюджете, что в 2026-м году это будет уже 10%. 10% бюджета будет тратиться на обслуживание долга. Эта доля вырастет в два раза. Это все из-за того, что деньги, которые они берут в долг, слишком дорогие. Потому, что рынок их оценивает плохо. А вот общая картинка, соответственно, вот, ну, помнишь, там у нас всегда говорят, а вот вы госдолг США видели, да? Потому, что вот эта тема с низким госдолгом России, она будет уходить. И вот мы видим, что к 2026-му году они прогнозируют уже 20% ВВП госдолга. Ну, это еще не запредельная какая-то величина. Но мы видим, что темпы роста очень быстрые. И деньги они на международных рынках привлекать не могут. Могут только на внутреннем. И очень-очень дорого. Поэтому, вот, грубо говоря, вывод, мораль всей басни очень простая. Что у них пока еще есть бюджетные возможности. Но они очень сильно сужаются. Деньги в ликвидной части ФНБ заканчиваются. Дефицит большой. Налогов они слишком много дополнительно собирать с экономики не могут. Кстати, чем она будет сильнее стагнировать, тем у них будет хуже с выполнением плану по сбору налогов. Та же почва, вот мы говорили, они повышают налог на прибыль, да? А если прибыли не будет, то как, вот как, откуда они, соответственно, этот налог на нее будут брать? И, да, они пока размещают облигации, занимают деньги на рынке. Но это каждый раз все дороже. И это сильно увеличивает их расходы. То есть, еще раз, там быстро только кошки родятся. Но, с другой стороны, мы видим, что коридор для Путина сильно сужается. И вот этот год будет для них очень сложный, но 25-й выглядит как бы вообще мрачно-мрачно. То есть, и модель экономическую не удается нащупать, и инфляцию не удается победить. И деньги в бюджете конечные. А на них пока держится вся их какая-то теплящаяся картинка роста. Вот так вот. Так что, еще раз, это реальные цифры. Смотрите, проверяйте. ЦМАК, Центробанк. Ну, я-то не считаю эти цифры реальными, честно говоря. Я считаю эти цифры еще сильно подрисованными в сторону выгодную для России. Потому, что, ну, как ты сам упоминал, типа, они всегда дают очень оптимистичные прогнозы и все такое. То есть, по ним мы можем делать вывод, что даже если они видят перспективу не очень радужную, то, значит, если даже они, то, значит, она действительно не очень радужная. Но я думаю, что в реальности еще все хуже. Насколько хуже, как хуже, я не знаю. Цифры у меня нет, значит, и работать я с ними не умею. Но верю ли я российским официальным или околоофициальным ведомствам и лицам? Нет, не верю. Ты правильно ставишь вопрос. Но здесь вот обратите внимание, что даже их подрисованные цифры все равно рисуют нехорошую картину. То есть, если уже даже они, вот самые такие оптимисты, значит, продавцы горячего воздуха нам говорят, что все не очень хорошо. Ну, значит, в реальности все совсем нехорошо. Дальше я хотел перейти к бензину. И здесь вот пришли реально очень интересные новости. То есть, за вот неделю, которая окончилась 17 марта, но пока вот более поздних данных нет, а они, я думаю, будут еще более интересными. Видно, что больше, чем на 10% рухнуло производство бензина к концу февраля. То есть, все вот эти атаки украинскими беспилотниками, они реально имеют действие. По данным Reuters, который посчитал это все по каким-то закрытым отраслевым источникам, на 7,5% в марте снизилась первичная переработка нефти. То есть, вот что там происходит. Когда нефть поставляется на нефтезавод, там есть вот эти установки первичной переработки, обессоливания, разделения на фракции. И если эта установка выбита, ты вообще не можешь сырую нефть перерабатывать. То есть, у тебя останавливается просто весь дальнейший процесс. Вот эта первичная переработка упала на 7,5%. Это очень много. И вот это значит, что все эти удары, они реально имеют серьезное влияние. Кстати, я думаю, что если взять цифры, например, только по европейской части России, то это еще выше. Потому, что ты же не будешь из Ангарска и Ачинска везти в Брянск и в Москву бензин и дизельку. Поэтому, скорее всего, 10% падения бензина, 7,5% падения первичной переработки. Это как бы общие цифры с учетом Сибири и Дальнего Востока. Но если их вычесть, эти цифры гораздо выше. То есть, это типа 20% или сколько. Поэтому видно, что эти атаки достаточно эффективные. И пока у нас последняя дата по ценам, это 17 марта, как раз последний день так называемых выборов. Нет пока данных, как розничные цены задвигались или не задвигались на бензин после выборов. Но они не могут не задвигаться. Потому, что оптовые цены на бензин на бирже Санкт-Петербургской с начала года подорожали уже больше, чем на 60%. То есть, это как бы ситуация, когда экономический механизм так или иначе не может не сработать. И ждем теперь, когда это все перейдет в розничный ценник. То есть, дальше инфляция и так далее. Кстати, неприятная новость. Не знаю, насколько она реалистична. Но, возможно. Говорят, что американцы якобы... Да, я хотел тебя спросить. Financial Times пишет, что Америка обращалась к Украине. Что, мол, эти атаки по НПЗ увеличивают цену нефти. А Байдену надо переизбираться. И ему не выгоден дорогой бензин в Штатах. И поэтому он очень просит прекратить. Очень много нестыковок для меня в этой всей истории. Потому, что, как ты сказал, сырая нефть не может перерабатываться. Или ее перерабатывается меньше, чем раньше. Это значит, что, учитывая, что добывать сырую нефть прекратить Россия не может. Или как-то там запечатать установки. Это невероятно дорого. То, наоборот, по идее, должно быть. То есть, они должны больше продавать сырую нефть. Особенно, учитывая, что экспорт бензиновый запрещен в России. То есть, сейчас на данном этапе. Поэтому я не очень понимаю саму механику. Можешь объяснить, что ты думаешь про то, что там написано. И про то, как это вообще влияет на цены, на нефть не влияет. Как это все устроено? Ну, во-первых, я согласен, что эти атаки на НПЗ никак не могут влиять на мировой баланс нефти. Еще раз, ты действительно правильно говоришь. Потому, что Россия может остановить добычу. Но это долго, сложно и недешево. И восстанавливать ее потом, насколько я понимаю, зашибись, как дорого вообще. В том числе. Смотри, условно говоря. То есть, непосредственно на атаку и удар беспилотника и выход из строя оборудования НПЗ. Так делать никто не будет. То есть, это теоретически возможно в будущем. Если будет видно, что половина нефтепереработки остановилась надолго. То есть, дальше когда-то это может быть. Но это совсем не вопрос недель каких-то. И так далее. Поэтому эту добытую нефть ее просто будут, конечно, поставлять на экспорт. На экспорт нефти ограничений нет. Запретов никто не вводил. Поэтому это чисто выдуманная история. Слушай, ну, это ты знаешь. Это как вот... Я могу самый простой пример привести. Вы видите, что вот быки, которые играют на повышение цен на рынке нефти. Они стараются использовать любую историю. Вот когда Хамас напал в октябре на Израиль. То они резко выросли баксов на 5 или больше. Я уже не помню на сколько. На ожиданиях полномасштабной войны Израиля с Ираном. И этой войны не случилось. Но 5 баксов свои, значит, они положили в карман. Поэтому трейдеры пытаются на любых таких событиях... Спекулятивное повышение цен на нефть. А не реально обоснованное... Да. Я видел такие объяснения среди трейдеров и аналитиков рынка. Что вот нефть чуть-чуть подросла. В том числе из-за этих атак на российские НПЗ. Но здесь нет прямой связки. И это просто спекулятивный нагон. Это первое. Второе, что касается американцев. И у меня нет подтверждающей информации, что они действительно украинцам вот такое говорили. Но, к сожалению, как мы знаем по опыту, могли. Потому, что мне кажется, что они боятся не столько влияния на рынок нефти. Я думаю, они это тоже все понимают. Они, видимо, считают, что это очень эскалационный фактор. То есть, для Путина это больно. Это уязвимые объекты. Они создают ему проблемы. И мы видим, например, ответную атаку на Днепрогэс. Днепрогэс и самую крупную атаку на украинскую энергетическую инфраструктуру за долгое время. То есть, американцы считают, что если такие вещи делать, то Путин разозлится и будет делать что-то еще ужасное. Я думаю, что может быть скорее что-то такое. Не очень я верю, что они настолько наивные, что прям считают, что цены на нефть увеличить и так далее. Ну, и, кстати, как мы видим, Путин отвечает. Но, вообще, это другая тема. Это больше вам с Русланом. Но мне просто кажется, что поскольку война переходит в такой затяжной позиционный характер, то увеличивается интенсивность всякой жести, которую стороны творят. Это вот такой вот, который я хорошо помню с детства, и рано-иракские сценарии. Когда они продвинуться куда-то не могут, но они начинают друг друга по-всякому бомбить кто как может. Это такая классика. В общем, вы видели такое много раз. Но, с другой стороны, видно, что уязвимость сектора нефтепереработки очень высокая. И вот сейчас мы это увидели в цифрах по производству. Думаю, что увидим скоро в цифрах по ценам. Кстати, еще такой один момент. Хочу сказать, что вот была публикация от Бломберга, которая ждет. И я, кстати, согласен с этим. Они из-за фактически того, что Белгород превратился в регион активных боевых действий. Белгород – это крупный хозяйственный регион. То есть, это не может не сказаться на выпуске. Там, прежде всего, развито животноводство, мясо, птицеводство и так далее. И это, в том числе, может повлиять и на сокращение производства, и на те же цены на курятину, например. Думаю, что такой эффект будет, если вот эти боевые действия на Белгородчине будут развиваться. Вообще, надо сказать, что вот эта вся приграничная полоса – это очень социально-хозяйственно-интенсивные регионы. И мы об этом раньше говорили тоже. Они играют большую долю в производстве продовольствия в России. Так что, если туда будут переноситься боевые действия, это скажется сильно на российском продовольственном рынке. Вот такая вот история. Понятно. А скажи, пожалуйста, это кратковременная история или должна быть долговременная для того, чтобы это произошло? То есть, условно говоря, каждый день простое – это серьезный удар. Или если это будет несколько месяцев и не будет видно конца и края, тогда уже это в продовольственное поле выльется? Я думаю, что здесь есть большая долгосрочная составляющая. Потому, что инвесторы, ну, то есть, это люди, вот, вкладывают свои деньги, чтобы строить, там, эти, типа, птицефабрики. Понимаешь? Ну, ты, вот, у тебя есть выбор, где построить птицефабрику. Вот в регионе, который могут бомбануть и всех твоих куриц убить, там, значит, и все это разрушить. Или где-нибудь спокойненько, значит, там, условно, в Челябинской области, да. Вот. Куда там, вроде как, ничего не достает. То есть, это будет очень сильно влиять. Здесь этот сектор, например, птицеводство, оно все-таки с относительно коротким плечом. То есть, люди уже сейчас будут смотреть и сокращать, там, производственные программы и так далее, да. Поэтому, там, релокация этого производства в другие регионы тоже займет время. Так что, я думаю, что это, даже если там не будет каких-то длинных боевых действий, ну, вот, уже, например, последние несколько недель, я думаю, они очень сильно повлияли на интенсивность принятия, там, инвест-решений. То есть, как они говорят, людей эвакуируют, да, из Белгородской области. Ну, значит, и производство они будут эвакуировать тоже. То есть, это будет иметь, вот именно в производственном, инвестиционном плане, это будет иметь такой сильный эффект. Вот, ну, да. Что-то хотел спросить? Да, я хотел спросить уже к следующей теме про курсовые разные наши новости. Потому, что было же заседание по ставке. Ее оставили такой же, как была. Как на это реагирует рубль? Как на это реагирует курс в целом? Расскажи, пожалуйста. Ну, рубль закончил неделю довольно плохо. То есть, около 93 рублей за доллар и больше 100 рублей за евро. То есть, очевидно, это еще до теракта, кстати, было. А я думаю, что... Ну, посмотрим, как ситуация пойдет. Но я думаю, что на открытии в понедельник там, скорее всего, будет много пессимизма в это все заложено. Потому, что рынки, скорее всего, будут ждать какой-то жесткой реакции на теракт. Какой-то жести. Я не знаю, там, мобилизации или военного положения или чего-то. Но совершенно очевидно, что дальнейшая эскалация какой-то жести со стороны Путина рынком ничего хорошего не несет. Поэтому видно, что рубль совершенно не впечатлился решением Центробанка. И в целом закончил неделю, скорее, плохо. Дальше у нас над рублем висит вот этот вопрос, который в ближайшие несколько недель по нему будет ясность. Я думаю, что там к середине апреля будет ли продлеваться вот это решение об обязательной продаже валютной выручки. Это главная ниточка, в общем, которая держит сегодня рубль под относительным контролем. Я думаю, моя ставка на то, что они его продлят, но будут какие-то очень сильные послабления вводить для разных категорий экспортеров. То есть, продлят, но не полностью. Это значит, что такого гарантированного 100% притока валютной выручки на рынок не будет. И это значит, что, скорее всего, стоит ждать ослабления дальнейшего. Но здесь, правда, есть другой фактор. Вот мы видим, что нефть стала немножко дорожать в последнее время. Она сходила даже бренд на 87 долларов за баррель. Правда, сейчас откатился к 85. Это с бюджетной точки зрения Путина не очень спасет. Потому, что 85 бренда – это типа 70 юрлс. Но они только-только подходят к каким-то плановым, заложенным в бюджет показателям. Но, в принципе, дополнительный приток денег может оказать какую-то поддержку рублю. Смотрим за тем, что на рынке нефти происходит. Я лично считаю, могу ошибаться, да? Я лично считаю, что это очередная попытка временного нагона ситуации быками. То есть, теми, кто играет на повышение. Мы за последний год такого видели очень много. Когда они пытаются запушить нефть к 90, к 100. Но реальная ситуация в мировой экономике не такая, чтобы быть супероптимистичным. Поэтому я рискну сделать предположение, что это очередной рывок в никуда. Который потом, типа, нефть опять откатится. Но вот посмотрим. Хотя, кстати, интересно, что даже несмотря на дорожавшую нефть, обрати внимание, рубль все равно закончил неделю хреново. Так что, видишь, это отражает, скорее, общую картину. Что, ну, люди не верят. Те, кто торгует на рынке, они не очень верят в какие-то такие сверхрадужные перспективы. И вот это все ждет, как только бы завалиться там на полшестого. Так что, вот живем такими рывками. И потом откатами обратно в настоящую реальность, которая сильно расходится с путинской действительностью. Скажи, пожалуйста, по нефти как раз выходила публикация про то, что Индия, как частники, так и государственники перестали принимать танкеры себе в Мурфлота. И стали очень дотошно проверять, откуда именно идет нефть. Потому, что мы знаем, что, на самом деле, там много российской нефти попадало в Индию. Они ее перерабатывали на НПЗ и продавали уже, типа, как нероссийскую. Вот сейчас эта лавочка то ли прикрыта, либо частично перекрыта. В курсе ли ты этой ситуации? И на что это влияет? Что это значит, как долго просуществует? В курсе это действительно происходит. Идет вообще Индия, обрати внимание, по многим позициям, начиная от импорта российского оружия до нефти, идет сближение такой Индии с Западом. Небыстрое. На мой взгляд, значит, это скорее по принципу враг моего врага, мой друг. И это, скорее всего, из-за противостояния Индии с Китаем и конкуренции Индии с Китаем. Тут Запад так, типа, влез и предложил свои услуги. Но, например, по оружию это очень важно, потому что Запад предложил Индии развивать у себя производство вооружений на западных технологиях. Это сильно их охладило к российскому оружию, где они раньше были главным покупателем всегда у нас. Дальше по нефти они тоже. Они все прагматичные люди во всех этих азиатских странах. И там они видят, что на фоне того, что россиянам очень дорого нефть возить к ним, есть иранцы, которые дают гораздо больше дискотты. То есть, здесь еще, знаешь, вот это наложилось на объективные экономические обстоятельства. Тут американцы давят по угрозам вторичных санкций. А здесь иранцы предлагают нефть с гораздо большей скидкой. Все так вот сошлось. Поэтому, да, по Индии есть очень много информации, что они реально отказываются от российской нефти. Но Россия ее все равно перенаправит дальше в Китай. То есть, они вот видно, например, параллельно с индийскими новостями были новости, что идет рост поставки нефти на переработку в Китай. Китай ее возьмет. Но, скорее всего, вся эта история, она увеличит, опять же, дисконты и увеличит издержки. То есть, денег Россия от этого будет получать меньше. То есть, это вот, в принципе, все такие хорошие новости. Есть еще несколько новостей у меня в рубрике, там, типа, разные. Вот можем блиц, да? Ну, как блиц. Вот такой, на мой взгляд, суперважный сюжет с Соликамским магниевым заводом. Это завод, который участвует в цепочке работы с редкоземельными металлами. И он был один из тех, кого национализировали в прошлом году. То есть, там 89% акций было у каких-то частных собственников, которых приватизировали в 90-е. Классическая схема. Прокуратура подала иск. Признали приватизацию в 90-х незаконной. И 89% акций отдали Росатому. Но там осталось 11% у частных инвесторов, физлиц, которые обращались на биржи. Этот завод размещал раньше акции на бирже. И вот суд принял решение у частных миноритарных инвесторов тоже акции забрать. Хотя они не какие-то там олигархи, которые что-то приватизировали в 90-е. Изъять с биржи и передать тоже. Это все отдали Росатому. То есть, Росатом захотел вместо 89% консолидировать 100% пакет. Чтобы не было никакой прозрачности, никакой отчетности, никаких собраний акционеров, никаких дивидендов. А просто все нам. И это очень-очень опасный прецедент. Об этом говорила даже Набиулина на своей присухе. Ее спросили. Она сказала, что она очень сильно озабочена. Именно изъятием акций у розничных частных инвесторов, которые получили акции путем покупки их на бирже. То есть, они добросовестные приобретатели. То есть, видишь, реально разногласия между башнями Кремля. Да, да. Вот можем минутку посмотреть, как Набиулина об этом говорит. Сегодня было опубликовано решение арбитражного суда Пермского края об изъятии акций у частных инвесторов. И речь идет об акциях Сликамского магниевого завода. Изъяли бумаги, которые инвесторы купили на бирже. То есть, вроде как, это добросовестное приобретение. Видит ли ЦБ вот в этом проблему? Видит ли необходимость создания дополнительного механизма защиты частных инвесторов в такой ситуации? И если видит, то о каком механизме защиты может идти речь? Что касается прецедентов изъятия акций у миноритарных акционеров, которые их приобрели на организованных торгах, нас, конечно, беспокоит эта ситуация, потому что это очень важный фактор, который влияет на доверие розничных инвесторов на фондовом рынке. Если мы хотим привлечь ресурсы для развития, и в том числе использовать возможности рынка капитала, конечно, сохранение этого доверия суперважно. Нас эта ситуация беспокоит. Будем смотреть, что мы еще можем здесь делать. Вот смотри, параллельно. Вот этот сюжет важный для чего? Что сейчас очень много говорят о том, что мы будем привлекать розничных инвесторов, население, типа, идите на биржу, инвестируйте в российскую экономику, и это заместит потерю инвесторов международных. Но, блин, вот то, о чем Набиулина и сказала, типа, какой сигнал, значит, вы этим делом посылаете, что вы пришли, принесли свои кровные денежки, что-то купили на бирже, а потом приходит прокуратура и просто у вас это забирает нафиг. Ну, вот, действительно, эта ситуация такая прям, ну, очень-очень серьезная, потому что аппетиты у наших национализаторов, мы видим, что они разрослись уже просто по всему спектру, они хватают все, что плохо лежит, и отбирать теперь будут. Ну, как, вот они купили там, ну, купили, национализировали какое-то предприятие, да, а там болтаются какие-то миноритарии, население там, просто взять и забрать. То есть, это уже даже вот, этот пакетик, он не влияет там ни на что, ни на управление, ни все, 89% акций они могут делать все сами, да. Но уже до того дошла вот эта наглость и беспардонность просто, и беззаконие, что уже, типа, не хотим миноритариев, все, значит, какая частная собственность, ничего не знаем, там, наш советский суд самый гуманный в мире, там, отобрать, да, даже на Биулина уже высказался. Кстати, вот еще такой момент важный, что, вот посчитали аналитики, что на 34% с начала полномасштабного вторжения сократилось число компаний с иностранным участием. Это говорит о чем? Что выход западных инвесторов происходит, несмотря на то, что там, может быть, там не быстро и так далее, да. А вот прихода замещающих инвесторов нету. То есть, нам говорили два года назад, хрен с ними, с этими западными компаниями, придут китайские, придут индийские, не приходят. Все, теперь вот это дело уже математически доказано, что выход западных инвесторов никак не компенсируется приходом инвесторов из глобального юга. Это вот еще, возвращаясь к началу, поддерживает вот эту тему о том, что у России огромные проблемы, где брать вообще инвестиции. Они замедляются, все висит на бюджете, но бюджет не бесконечен и так далее. Следующий сюжет, ты, наверное, тоже слышал про китайские банки, которые начали отказываться проводить для российских компаний платежи в юанях. Вообще видно, что с начала года прям нарастают вот эти новости, что даже крупные китайские банки отказываются работать с подсанкционными российскими банками. И вот сейчас видно, что даже они вроде как защитились. Нам, типа, не нужен доллар, мы в юанях рассчитываемся. Но, боясь вторичных санкций, китайские банки уже начинают и в юанях платежи из России ограничивать. Надо пока посмотреть, насколько масштаб будет большой. Но, с другой стороны, вот этот сюжет, он показывает, что китайские банки очень сильно зависят от международной финансовой системы. И их в этом смысле легко прижать. То есть, им нужны расчеты в долларах, им нужен свифт и так далее. И в этом смысле для них гораздо дороже работа с западными рынками, чем с какой-то вот этой российской клиентурой. Все эти новости про сложности с китайскими банками, они, на мой взгляд, дают возможность сделать один вывод. Что для Китая работа с западной финансовой системой гораздо важнее. И они на нее сильно завязаны. Чем вот эта вся попытка выстроить такую замкнутую двустороннюю систему с Россией. Россия все-таки маленькая для них. И сильно вторичная по отношению с западным рынком. Вот. И еще последний сюжет. Большое предательство Китая и Индии, можно сказать. А я не знаю, на что они рассчитывали. Потому, что из всей логики их поведения и наших с ними отношений следует, что это максимально прагматичные страны. Они не будут нам ничего дарить. Никакого плана маршала они никогда ни с кем не делали. Они так не действуют. Так действует только Запад. И потеря Запада в этом смысле была, конечно, катастрофой. Потому, что он был нашим донором по капиталу, по технологиям и так далее. И Азия таким донором быть не хочет. Это вот уже сейчас видно. Последняя история. Это вот прикольный опрос предприятий. Который показывает, что 62% российских компаний уязвимы для кибератак. Потому, что не хватает специалистов по кибербезопасности. Вот, так сказать, подсказка. У нас была история с уязвимостью по установкам НПЗ. Вот, мне кажется, следующее. Потому, что хакеров в мире много. Многие из них на стороне добра находятся. То есть, грубо говоря, из этого вопроса видно, что российская инфраструктура кибербезопасности просто не существует. То есть, компании к этому, причем важные, инфраструктурные и так далее, они очень сильно к этому делу уязвимы. Думаю, что в этой сфере, возможно, это одна из следующих историй за НПЗ, где вот такая вот уязвимость будет. Ну, вот это все основные такие новости. У нас будет очень интересная статистика 27 числа по промышленному производству в феврале. И в том числе по рынку бензина. Вот проверим гипотезы и упадения топливного производства из-за атак по НПЗ. И по военке. Как там идет или не идет дальше то замедление, о котором мы раньше говорили. Сколько новых данных будет на следующей неделе, все это обязательно обсудим. Скажи, пожалуйста, последний вопрос, который задам. Сколько, на твой вообще взгляд, стоит условно новая мобилизация, допустим, 300 тысяч человек? И стоит ли вообще каких-то денег? Есть ли какой-то там, ну, если не числовой, то хотя бы для понимания показатель выбирания из экономики людей для войны и прочее? Потому, что сейчас все, как ты, наверное, знаешь, обсуждают возможность новой мобилизации. Хотелось бы понять с экономической точки зрения, есть ли на это вообще деньги? И что может случиться с экономикой, если будет принято решение ее проводить? Смотри, я могу тебе сделать чуть более подробный обзор на эту тему в следующий раз. Но вкратце. Вкратце ситуация вот какая. Это очень сильно зависит от качества людей, которые они будут набирать. То есть, мне кажется, что мобилизация будет строиться, ну, что-то будет точно происходить с набором людей. Мы только можем вот гадать, в какой форме, да? Но что-то... То есть, им нужна просто новая живая сила, очевидно, на фронт, да? И они будут пытаться массово ее как-то набирать. Здесь возникает вопрос, что есть вот разница, значит, там, я извиняюсь, никого не хочу обидеть, просто пятикантроп с ружьем, который ничего не умеет, да? И какой-то специалист, который что-то может и чему-то обучен, да? Так вот, соответственно, я думаю, что Минобороны захочет... Им не очень интересны пятикантропы, им больше интересны специалисты, да? Но специалистов как раз, вот там тоже параллельный сюжет, который, на мой взгляд, не очень обращает внимание, вот идут эти слухи про мобилизацию, но параллельно идет очень много новостей про бронь. То есть, сектора экономики пытаются институционализировать бронь, чтобы не отдавать специалистов, да? То есть, вот мне кажется, что, условно говоря, мобилизация будет такой дракой за людей с более или менее хоть какой-то квалификацией. И вот если, допустим, 300 тысяч, да, если вот эти 300 тысяч выдернут людей с каких-то квалифицированных мест, это будет масштабным ударом по экономике. Мы можем это отдельно в следующий раз поговорить и оценить. Но если они наберут примитивный персонал, который не умеет ничего, то в целом более или менее можно будет говорить, что отряд не заметил потери бойца. Но какой толк от такого персонала будет на фронте, вот мы не знаем. В прошлый раз произошло следующее, что они с одной стороны набрали действительно людей более или менее подготовленных, нанесли этим большой удар по рынку труда. И мы этот визг видим до сих пор. И в выступлениях Набиулина, и бизнеса, и правительства вот дефицит квалифицированных кадров это от этого. Второй момент там был, что еще же не только вопрос, кого они набирают, но и сколько народу бежит за границу от этого и увеличивает вот этот дефицит специалистов. То есть, в целом, здесь вот как бы люфт между тем, что если им надо просто 300 тысяч мяса, это такой один разговор. Но, скорее всего, я думаю, что будет драка за специалистов. Часть из них изымут из реального сектора, часть опять убежит за границу. То есть, любая мобилизация, если она пойдет действительно по сценарию, что они будут военных спецов искать, а не просто двуруких, двуногих, то это по экономике будет удар очень-очень сильный. И можем конкретно поговорить в цифрах в следующий раз. Спасибо тебе большое за сегодняшнюю сводку и за наш следующий разговор, который, я надеюсь, все еще будет находиться в теоретической плоскости, а не будет уже постфактум принятого решения о мобилизации. Поживем-увидим. Спасибо тебе большое и до связи через неделю. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»